Всем привет! Я пропала аж на две недели. Сегодня я очень долго сидела и думала, какое видео мне отснять в первую очередь. Выбор был между макияжем глаз и фаворитами. У меня очень много новинок появилось классных из косметики, которые я нежно люблю и которыми бы хотела поделиться. Поэтому сегодня видео про окрашивание бровей. Тем более, что видео про оформление бровей я обещала вам уже очень-очень давно, когда только начала, запустила свою рубрику по макияжу. Поэтому самое время приступить. Прежде всего я хочу вам сказать о том, что сегодня я буду оформлять брови краской. Спустя определенное время я поняла, что хна это не мой вариант красителя. Я не работаю на хне, то есть своим клиентам я хну не применяю на лице. И более того, конечно же, сама я тем более ее не использую, потому что себя очень люблю. Я не буду сейчас углубляться, почему я против хны, почему я не использую хну в работе. Я думаю, что если вам это все интересно, вы эту информацию самостоятельно найдете. Первое, на что я хотела бы обратить внимание, это цвет. Самая, на мой взгляд, сложная, самая большая проблема не только обычных девушек, но и бровистов в том числе. И я регулярно это вижу, наблюдаю. Да и мы все с вами это видим и наблюдаем. Это когда некорректно подобран оттенок. В частности, это проявляется такими очень черными, угольными или такими, знаете, шоколадно-красно-черными бровями. А девушка при этом светленькая. Или даже она такая, как я. То есть представьте сейчас на мне брови черные. Вот если бы я сейчас их черным цветом покрасила, это был, ну, я не знаю, аршот, армен. Но точно была бы не Ирина Мэйка. Черные брови, они вообще в принципе никому не идут. Это очень редкие исключения. Это когда бровь своя черная. Но вот даже если она своя черная, красить в черный ее не надо ни в коем случае. Это, конечно же, состаривает любую внешность. Это очень сильно акцентирует внимание на вот этой зоне. Утяжеляет взгляд. Когда вот эти вот темные брови, особенно когда они графичные, а черные брови или очень темные брови, они всегда графичные, они сразу читаются. То есть это не мягкая бровь, а именно вот уже идут такие жесткие границы. Очень часто вот здесь вот квадраты еще бывают. Это тоже любимая тема. И вот все вот это я прошу вас забыть. Если вы пришли ко мне, то забывайте вот эти все брови навсегда. Этого быть не должно на лице. Это просто побочный эффект неквалифицированных специалистов. Это так только делают либо те, кто не умеют, либо те, у кого нет просто вкуса. Очень часто самый главный аргумент, который мы можем услышать, мы окрасили так брови или я окрасила так брови, чтобы вот подольше держалась. Но опять же, это либо отсутствие вкуса, потому что уж лучше походить поменьше, да, действительно, с красивыми бровями, чем ходить с темными очень долгое время, потом они ждать, пока они начнут светлеть, и по итогу все равно они слезут. Ну, то есть это такая очень сомнительная история. Сегодня мы, конечно же, будем с вами учиться окрашивать брови, строить бровь, вообще понимать, на что надо ориентироваться при оформлении бровей именно вот красителями. Брови, которые, несомненно, вам идут, которые вас украшают. Говоря о цвете бровей, мы вспоминаем правила из макияжа. Мы с вами уже обсуждали, что оттенок косметики для бровей должен быть, если вы блондинка, то либо очень близко к тону волос, либо темнее, вам можно темнее, но, опять же, это не равно черные брови, нет, ни в коем случае, это буквально на полтора-два тона темнее у вас может быть косметика для бровей. Если вы шатенка, брюнетка, то выбирайте либо в тон, опять же, в тон ваших корней волос, вашего цвета общего, либо же выбирайте чуть-чуть светлее. То есть видите, какое здесь правило действует? Если у вас темные волосы, вам не нужно, наоборот, перегружать внешность. Ваши волосы, это уже достаточно яркие во внешности, я имею ввиду, цветовые нюансы. Когда вы перегружаете еще брови, то есть делаете их очень темными, если вы добавите еще макияж какой-нибудь, а если это будет вечерний макияж, то все, вы будете похожи на бабушку. А нам этого, конечно же, не хотелось бы. Поэтому, если у вас темные волосы, то есть если вы темно-русо, если вы шатенка, брюнетка, выбирайте либо в тон, либо светлее. Итак, от слов к действиям. Сегодня нам понадобятся ватные диски, конечно же, пинцет, краситель. Какой краситель вы можете выбрать? Вы можете попробовать применить все те знания, которые вы сегодня прослушаете, уже с тем красителем, который у вас имеется. То есть если вы хотите окрашивать дома, или вы любите это делать дома, не ходить к профессионалам, то я думаю, что какой-нибудь краситель у вас точно уже лежит. Вот можете с ним попробовать. Или, как рекомендацию от меня, вы можете купить краситель Левисим. То есть с цветами там все предельно понятно. Вам понадобится краситель и окислитель. Окислитель это такая вот кремовая консистенция, чаще всего белого цвета, которая заставляет краску работать. Без окислителя данный краситель не работает. Также давайте поговорим про, немножко скажу про подстригание. Стрижка бровей это также, на мой взгляд, бессмысленная процедура, потому что подстригать брови правильно, их очень сложно. Это делать нужно с небольшим таким изломом. А что мы видим на практике? Очень часто вот так вот делают. У меня щеточка куда-то пропала. Например, поднимают бровь и вот так вот прямо состригают. Наверняка вы видели такие видео уроки, вы видели, как мастера так работают. И тут это неправильно, потому что при отращивании, при укладке таких бровей, крайне сложно будет их потом уложить красиво. Они будут вот неестественны. У нас волос, наш естественный, природный, наша бровь, она не имеет прямого среза. И когда вы срезаете ее ножницами прямо, это в корне неверно. Если вы уж решили срезать, вы должны срезать под наклоном. А еще лучше вообще не срезать, просто научиться делать красивый, качественный макияж бровей. Сейчас еще очень актуальна такая услуга, как ламинирование бровей. Это если у вас очень непослушные, прямые, вниз смотрящие волосы на бровях, то тогда вы можете позволить себе, вы можете сделать ламинирование данную услугу. Или если у вас очень густые, крайне густые волосы, или они неравномерные, то стричь не надо, просто их проредите. Уберите некоторые волосинки, которые, на ваш взгляд, делают такую слишком массивную, широкую, жирноватую, я бы так сказала, бровь. Я сейчас убираю косметику с бровей. У меня есть легкий макияж бровей. Теперь, после того, как я сняла косметику с бровей, мне нужно вот эту зону бровей обезжирить спиртовым раствором. В данном случае я беру кутасепт. Что это дает? Во-первых, это дезинфицирует вот эту область, и это обезжиривает ее, то есть дает краске лучше лечь. Впоследствии, когда мы будем окрашивать, краска лучше и равномернее ляжет. В разные стороны, то есть по брови и против брови, чтобы хорошенько прям раствор все обезжирил. Если у вас брови очень широкие, очень густые, очень заросшие, даже я бы так сказала, то вам необходимо будет сначала придать нужную форму. Если же вы следите регулярно за своими бровями, как я, то есть раз в месяц вы делаете оформление бровей, красите, выщипываете, то вы можете сейчас сразу приступать к окрашиванию, как это буду делать я. Но если ваша бровь очень заросшая, то есть риск того, что вы там очень сильно что-то не так окрасите, зайдете на ненужные пространства, и бровь получится неаккуратной. Сначала выщипываем и придаем нужную форму. И давайте, прежде чем я перейду к окрашиванию, я все-таки немножко остановлюсь на подборе формы. Самое важное, на что я бы хотела обратить внимание, это те места, где щипать не стоит. Вот эта зона, естественно, ширина брови, она ваша, и не нужно ее выщипывать. Очень редко вот здесь бывают прям волосы до глаза. Очень часто они как раз-таки находятся именно вот на точке излома. У нас есть три основные точки. Начало брови, излом брови и кончик. В интернете вы найдете вот такие картинки, что нужно вот так определять, где там бровь должна заканчиваться, где начинаться. Я так не работаю. Самое главное, на что я хочу сейчас обратить ваше внимание, это начало брови. Вот здесь основная проблема в том, что начинают щипать. А зачем, непонятно. Вот здесь по природе заложена именно ваша естественная ширина брови, которая вам подходит. Вообще, в принципе, брови на нашем лице, это не просто волос. Они не просто так вам даны. Они вам гармонизируют все черты лица. То есть, например, мне очень узкие брови и очень широкие не пойдут. Потому что у меня, в принципе, все черты лица, обратите внимание, они средние. У меня средние губы. То есть, они не очень пухлые, при этом они не крайне узкие. У меня среднего размера нос. Он не очень маленький, миниатюрный, но при этом он и не очень крупный. Вот у меня все черты лица, они такого среднего размера. И брови мне даны как раз таки для гармонии. То есть, чтобы все на моем лице смотрелось пропорционально, гармонично и симметрично. Если у вас широкая бровь в основании, то не нужно превращать ее в тоненькую гусеницу. Или же, если у вас тоненькая бровь, не надо пытаться сделать там что-то нереально широкое, потому что это будет смотреться на вашем лице нелепо. Конечно же, все с вами допускаем ошибки, щипаем брови, делаем это неправильно, делаем это упорно долго, потом отращиваем столько же или даже дольше. Но в любом случае, рано или поздно, я думаю, все приходят именно вот к гармонии и понимают, что естественная бровь, нет ничего лучше нее. Возвращаемся к нашей брови. То есть, начало брови мы не трогаем, мы не делаем очень узко, очень широко. Если у нас там нет волос, то нет смысла там что-то пытаться дорисовать краской тем более. То есть, вот здесь это наша естественная ширина брови, которая нам идет и которая заложена природой. Она не может стать намного шире. То есть, вот здесь все, что есть, это ваше. И ничего другого здесь быть не должно. С шириной бровей в первой точке мы с вами определились, что мы ничего не делаем, мы только подчеркиваем. Теперь, где начинается наша бровь? Вот очень часто все советуют начинать вот так. То есть, это будет примерно выглядеть следующим образом. Если мы ведем через крыло носа, то по идее, посмотрите, я должна убрать вот эту часть. Видите, наверное, конечно, вам не видно, но у меня здесь пушок и у меня здесь еще волосы. То есть, по аналогии, по этим правилам, я должна вот здесь выщипать, то есть убрать. Итого у меня получится, что у меня будут вот такие вот брови. То есть, вот частично я уберу. И что мне этот эффект даст? У меня сразу будут глаза в разлет. Они будут такие немножко косоглазые, я бы так назвала. И у меня будет намного крупнее нос. То есть, вот этот пух, который нам здесь дан, он дан нам не просто так. Это уже начало брови. Обратите внимание на свои брови. Наверняка вы увидите вот здесь очень маленький пушок. Исключением в данном случае являются только девушки другой национальной принадлежности, в частности, восточные девушки. У них, как правило, уже здесь активный рост волос. У наших русских девушек, как правило, бровь начинается с пуха. Очень тоненькие, реденькие или более светлые волоски в самом начале. И дальше интенсивный рост как раз начинается через угол глаза, вот здесь. Но это, это тоже ваша часть брови. Не выщипывайте, не убирайте воском, не удаляйте этот пух, он вам понадобится. Переходим ко второй точке. Как должна же определяться она? Здесь все очень просто. Вы должны соблюдать, опять же, вашу природную высоту точки. То есть, если у вас хорошая бровь, у вас 100% будет понятно, где эта точка. Если у вас бровь почти прямая, значит, ваша высота именно такая. Если у вас есть излом, то, соответственно, этот излом не нужно никуда убирать. Он вам необходим. Но что здесь очень важно? Вот эта вот верхняя точка, это, так скажем, точка вашего характера. Вот посмотрите на мою вторую точку. От природы она у меня плавная. Но никто не запрещает сделать мне ее более острой. Таким эффектом я добьюсь более стервозной внешности или более строгой внешности. Очень часто такие брови с изломом, они характерны именно для властных женщин или для деловых бизнесвумен. И поэтому это место, это место вашего характера, то есть то, что вы хотите передать. Если вы хотите быть романтичной, нежной, такой женщиной, в которую влюбляются, мягкой, воздушной, легкой, то вам нужно сделать эту точку плавной, даже если она у вас от природы резкая, то есть немножко нужно будет выщипать волоски. Если же вы хотите более строгого, более делового, более серьезного, стервозного вида, я бы даже так сказала, то вы эту точку оформляете более остро, то есть такой уголочек. Работаем с нашей природной бровью. Мы не делаем ничего сверхъестественного, мы отталкиваемся от исходных данных. Если у вас нет бровей, то для вас будет отдельный выпуск, я расскажу, как ухаживать за бровями, как их отрастить, и тогда вы уже сможете перейти к данному выпуску. Если у вас бровей нет, то, конечно же, все эти правила пока что они для вас неприменимы, вам нужно вообще забыть про пинцет и отращивать брови. И последняя точка, которая у нас имеется, это кончик брови. Во-первых, кончик брови, конечно же, должен уходить в никуда. Он должен быть достаточно тонкий в самых своих последних точках, то есть вот здесь. И как же определить его длину? В данном случае вы можете применить правила относительно трех точек и проверить, в нужном ли месте заканчивается ваша бровь. Ставьте карандаш или кисточку через крыло, через уголочек носа по точке внешней глаза и введите, вот в данном случае здесь должен заканчиваться ваш кончик. Но никто не запрещает вам отталкиваться от, опять же, своей природной длины. То есть, если ваша длина заканчивается где-то вот, ну, раньше, а по точкам у вас там очень много пространства, то делайте так, как у вас растут брови, потому что, как бы, если ничего нет, то там и работать не с чем. Но если же бровь у вас просто перещипана, то вы можете ориентироваться вот на это правило. Проходить через крыло, внешний угол глаза и смотреть, где бровь, по идее, должна закончиться. То есть, в данном случае, вот это правило поможет вам определить последнюю точку. Как правило, последняя точка, она самая сложная, где остановиться. И вот здесь вы как бы отсекаете все. Вот дальше этой линии, дальше этого карандаша вы не уходите. Только до конца, вот досюда. Это вам поможет делать грамотный макияж бровей. То есть, когда у вас брови отрастут, в принципе, необходимости там что-то проверять у вас не будет. У вас будет просто своя красивая, природная, гармоничная бровь. Чаще всего, самая главная проблема естественных бровей, это рост волосков в ненужных местах. Как правило, ненужные места это либо вот здесь, под второй точкой, у нас растут волоски у многих, или над. Эта технология с сохранением натуральных, естественных пропорций, она, конечно, более сложная. Всегда проще найти какую-то схему, побыстрее все выщипать, а потом ходить и мучиться, что брови какие-то некрасивые. Для того, чтобы сделать брови в такой натуральной технике, которая вам точно подходит, которая ваша, от природы, вам, конечно же, нужно развивать в себе чувство прекрасного. Вам нужно учиться. Делайте просто почаще макияж бровей. Как правило, если вы умеете краситься, вы уже знаете, какие брови вам подходят, какие брови вам нравятся, потому что вы регулярно делаете макияж бровей. И брови всегда должны быть такими, какими их создала природа, просто усовершенствованные. Я всегда это говорю, даже на своих онлайн-курсах, на своих обычных курсах, что мы не рисуем вам новое лицо, это в корне неверный подход к макияжу для себя. Это не трансформация, это не грим, это просто подчеркивание собственных достоинств. Если вам что-то в себе не нравится, то это уже работа по психологической части. Если у вас такая проблема возникает, и вам что-то не нравится, или вам вообще не нравится все в себе, то, конечно, вы должны работать в первую очередь над внутренними качествами, потому что, что бы вы ни сделали со своей внешностью, что бы ни изменили, вы все равно себе нравиться не будете. Итак, мне нужен ободок. Это ободок кошечки. Мы с вами уже обезжирили брови, продезинфицировали, поэтому берем краситель. Помним, что если у вас брови очень густые, то вы, конечно же, сначала их оформляете пинцетом, выщипываете. Я выщипывать буду после окрашивания, потому что у меня все, в принципе, более-менее нормально. Добавляем к красителю окислитель в пропорции один к одному и замешиваем краску. Прямо взбиваем ее очень-очень тщательно. Тут самое важное очень быстро работать. Берете кисточку, которой вы будете оформлять брови, и сразу наносите краску. Начинаем оформлять внимание со второй точки. Ни в коем случае не с начала брови и не с конца. Со второй точки. То есть с уголка как раз серединка брови. Очень важно наносить краску быстро, пока она не поменяла цвет. Она должна окисляться и приходить в действие уже на бровях, а не в емкости. После того, как мы оформили вторую точку и кончик, мы переходим к началу бровей и здесь его тоже оттушевываем, закрашиваем красителем. Также я подчищаю ватной палочкой, либо убираю излишки, либо делаю просто контур краски более ровным. Оформляю вторую бровь, то же самое со второй точки начинаю. Затем перехожу к третьей точке, это кончик брови, и уже потом к первой. Только так получается красивый естественный эффект. Когда я перехожу к первой точке, я крашу в том числе и пушок, то есть тот пух, про который я говорила в начале. Но мы оттуда уберем с вами краску пораньше и получится натуральный эффект. То есть мы повторяем наш эффект бровей и в окрашивании мы сохраняем этот принцип. Мы снова сохраняем принцип естественных бровей. Убираю уже начало ватной палочкой пока просто. Общее время выдержки краски где-то до 10 минут. Ну, больше 15 минут держать смысла нет. За 15 минут все происходит уже. Я держу обычно где-то от 7 до 10 минут. В зависимости от желаемого эффекта. Так, вот я снимаю. Очень красивый оттенок я уже вижу получился. Что еще очень важно это снять краску водой. Краска заканчивает свое действие только когда вы снимаете именно водой ее. Сняли водой тогда она перестает работать. Посмотрите какая потрясающая красивая бровь получается. Очень очень натурально и при этом подчеркнуто. То есть можно в принципе только прозрачный гель добавить и все уже красиво. Вот здесь у меня маленький прыщичек не обращайте внимания вы его не видели потому что он был под тоном. А сейчас увидели и кажется что это какое-то грязное пятно но нет. Можно немножко поплакать это не возбраняется. И со второй бровью я повторяю все то же самое то есть выщипываю в тех местах где у меня остались лишние волоски у меня эта область под второй точкой вот здесь. И вот мои красивые ухоженные брови готовы. В принципе можно оставить так или сделать еще такой финальный штрих это прозрачный гель у меня от Vivienne Sabon он очень хорошо фиксирует и бюджетный такой вариант стоит недорого и мы можем либо распушить бровь сейчас очень модно приподнимать волоски вот таким образом можем ее распушить и получится такой некий эффект ламинирования да как сейчас актуально либо можем уложить по форме то есть здесь уже сугубо ваши предпочтения если вы такая девушка тренд то конечно вы поднимите поставьте волоски если вы любите классику то есть просто красивые ухоженные брови то тогда вы укладываете их по форме и вы также еще можете как я взять карандаш консилер и аккуратненько подвести бровь она станет еще более ухоженной это уже прием макияжа мы с вами такое уже делали подвести бровку чтобы она стала еще более ухоженной более подчеркнутой опять же это если вы любите графику в такие моменты когда вы так делаете она становится еще более графичной более читаемой все теперь ваши брови это ваша визитная карточка и вы можете гордиться что такие красивые брови вы сделали себе самостоятельно в домашних условиях очень надеюсь что мое видео вам в этом помогло и вы нашли ответы на вопросы которые когда-либо искали вся полезная необходимая для вас информация будет в описании к этому видео не забывайте его открывать читать то что я там написала для вас и мы на этом с вами прощаемся увидимся совсем скоро в следующем видео пока-пока пока